В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В городе пресекли деятельность подпольного производства алкоголя. Родители погибших детей помогли полицейским вычислить лидера группы смерти. Несколько недель жители Рязанского дома слышат крики из квартиры пожилой соседки. И стали известны имена задержанных сотрудников Ринвестбанка. Очереди в поликлиниках можно назвать третьей российской проблемой. Бесплатная медицина для терпеливых, утверждают рязанцы. Чтобы получить помощь, очень часто приходится ждать. Приходить несколько этапов записи на прием. Проблемы обширные. Некоторых людей волнуют до такой степени, что они хотят возврата к старой системе записи к врачам в поликлинику. Электронная запись в интернете или в терминалах, стоящих в поликлиниках, все это должно улучшить качество обслуживания граждан. Но после получения электронного талона, людям нужно в день приема вновь стоять в очереди в регистратуру, чтобы опять получить талон. Через интернет просто выбиваешь свою очередь, запись, время свое сбиваешь. Потом приходишь сюда, талон. Граждане жалуются, что не всегда запись через интернет возможна. Бывают сбои системы. В регистратуре же работники поликлиники часто отказываются давать талоны без записи в интернете. Поэтому даже пожилым гражданам приходится осваивать навыки пользования гаджетами и учить новые для себя слова, такие как штрих-код. Нет, я не записываюсь. Я вот сегодня хотел записаться, а у меня в этом, как его? Штрих-кода? Штрих-кода, да. Вот я хотел поставить. Сейчас вот стою. Итак, сначала люди стоят за штрих-кодами, затем записываются в электронную очередь, после чего им, наконец, дают талон на прием к врачу в регистратуре. И после этого они попадают в живую очередь, в которой время приема, указанное на талоне, не работает. Люди спокойно могут просидеть в ожидании несколько часов, спрашиваются, зачем вообще нужны все эти талоны. Однако и на этом проблемы не заканчиваются. Терапевты, конечно, работают. Они живая очередь, они обслуживают. Сколько пришли, столько они обслуживают. Но с узкими, конечно, специалистами очень проблемы. Неудобно записываться. Это раз. Лично я потеряла зрение глаз. Из-за того, что я три года не могла попасть в газнику. Нет талонов. Рязанка говорит, что если появляются талоны на окулисты, их моментально разбирают в интернете. А как быть тем, кто не владеет современными технологиями? Вот я, бабушка, у меня нет интернета. Какой мне интернет? Вот какой мне интернет? Вот как мы раньше, по молодости я была, мы работали. Две смены работала регистратура, две смены работали врачи. Если я работаю в первую, я могу прийти во вторую. И была живая очередь. Была очередь, конечно, в регистратуре, но такого не было. К любым специалистам я могла попасть, когда только захочу. Получается, что медицина не для всех, а для самых ловких и быстрых пользователей гаджетов. Но даже им приходится ждать приема порой больше месяца. У некоторых специалистов приемы расписаны надолго вперед. Как к министру на прием. Вот я сейчас должна пойти к глазникам. У меня с глазами плохо. Я сегодня-завтра могу ослепнуть. Когда замглавврача ходила, они кивают на область, на областное управление. Я не хочу сказать, что сами специалисты виноваты. Нет, это система наша. Это выше. Не все, но многие от безысходности идут к врачам в платные клиники. Там принимают те же доктора, что и в городских учреждениях. Это удовольствие достаточно дорогое. К тому же, пусть и считается, что медицина в нашей стране бесплатная, за обслуживание граждан все же платят страховые компании. А им государство, которое стремится сделать медицину более доступной. Или же скрыто пытается отправить граждан в платные клиники. Ответы на эти вопросы мы ждем от представителей заинтересованных сторон. Деятельность подпольного цеха по производству и реализации контрафактного спиртного пресекли полицейские в Рязани. Он располагался в складском помещении вблизи станции Лесок областного центра. 44-летний житель города Рязани производил и хранил в целях сбыта фальсифицированный алкоголь с поддельными акцизными марками. Из незаконного оборота изъято 5 тонн 242 литра фальсифицированной алкогольной продукции. А также оборудование для ее производства, приспособление для укупорки бутылок, тары, этикетки, пробки, поддельные акцизные марки. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Родители погибших детей из Рязани помогли вычислить организатора групп смерти. Администратором одного из такого сообществ в соцсети оказался 21-летний Филипп Будейкин. По информации следствия, 15 участников его группы покончили с собой. Среди погибших 11-летняя Рязанка Ангелина. Теперь ее мать сама вступает в опасное сообщество и общается с людьми, которые убедили девочку умереть. С фотографией смотрит улыбчивая яркая девочка. По словам ее мамы, она была жизнерадостным ребенком. Все закончилось в один момент, когда 25 декабря прошлого года 11-летняя Ангелина сбросилась с 14 этажа. Я ее искала по школе. И тут раздается звонок с ее номера мне на телефон. Та же мелодия мамонтенка. Ответив на телефон, я услышала совершенно незнакомый мне холодный голос. Какой-то женщины. Она говорит, вы кто? Я отвечаю, я мама Ангелина, а вы кто? Она говорит, я врач скорой помощи и ваш ребенок мертв. Такое сказать просто невыносимо это. Этот день изменил жизнь Елены. Она открыла страницу дочери и с ужасом обнаружила, что Ангелина состояла в огромном количестве сообществ, пропагандирующих самоубийство. И обнаружила переписки, которые вела ее дочь в течение 50 дней. Весь этот период девочку целенаправленно и методично подводили к так называемому судному дню. Доступ ко всем группам смерти был строго ограничен и согласовывался администраторам сообществ. Новоиспеченные участники должны были пройти различные тесты, по мере выполнения которых прогрессировал рейтинг, открывался доступ к новым возможностям, контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, суицида, причинением себе физических увечий. В подтверждение своих успехов ребята направляли администраторам группы, пользующимся непререкаемым, авторитетам рисунки, тексты, фотографии порезов. Елена создала фейковую страницу и вступила в активную переписку с администраторами и другими участниками от лица подростка. Она наряду с остальными выполняла все задания и дошла до самого последнего, предваряющего так называемое выпиливание. Женщине прислали адрес дома, подобранного для ее самоубийства. Она сфотографировала его и отправила администраторам. Все, что удалось выяснить, Елене легло в основу работы общественной организации, созданной по инициативе Сергея Пестова. Он потерял дочь, попавшую под влияние групп смерти 9 января этого года. И с тех пор считает своим долгом предотвратить как можно больше подобных случаев. Изучая контакты, изучая манеры поведения, изучая рисунки и прочее, мы сделали общий анализ. Это был первый анализ, который был проведен на наших детях. Дальше мы стали углубляться, исследовать, что неужели эта проблема имеет место. Оказалось, что действительно. Мы получили полное подтверждение. К февралю месяцу мы имели порядка 130 случаев, которые мы, соответственно, передали в органы следственные. Когда мы уезжали, у нас еще дома было подготовлено общая масса где-то 226 детей. Пока активным родителям удалось предотвратить пять самоубийств по всей стране. На этом они не останавливаются. Все как один заявляют, необходима тщательная работа правоохранительных органов. На протяжении нескольких последних лет общество столкнулось с совершенно новой и страшной проблемой. Это суициды детей. К сожалению, ни общество, ни правоохранительные органы, ни надзорные ведомства оказались к этой проблеме не готовы. Начиная с 2012 года, по настоящее время, происходят суициды детей под влиянием некоторых, пока, будем говорить, неустанованных лиц путем через социальные сети. На настоящий момент большинство групп заблокировано, а в социальной сети появился новый хэштег «Свободу Лису» и петиция, которую подростки призывают друг друга подписывать. Петиция требует освободить предполагаемого ангела смерти. Стали известны имена задержанных сотрудников Ринвестбанка. Злоумышленниками оказались бывший председатель правления банка Максим Ткачев и член правления Наталья Кошелева. Ткачев также входил в совет директоров. На данный момент решается вопрос об аресте банкиров. Напомним, в среду 16 ноября стало известно о том, что сотрудники Ринвестбанка похитили крупные суммы денег с помощью поддельных документов. Полиции стало известно, что менеджеры банка подделывали документы. Места работы подозреваемых и офисы коммерческих организаций, имеющих отношение к инциденту, обыскали. Бывшего председателя правления банка и его заместителя задержали. В проведенной проверке установлено, что топ-менеджеры путем изготовления документов, содержащих заведомо ложные сведения, похитили у банка денежные средства в размере 578 тысяч долларов США и 116 тысяч евро. По данному факту, следственному управлению МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с прокуратурой Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, УБЭП ОМВД России по Рязанской области задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в июле текущего года. Напомним, в июле Банк России отозвал лицензию у Рязанского Ринвестбанка. Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА-рейтинг, занимал на 1 апреля 2016 года 308 место в банковской системе Российской Федерации. 5 июля Рязанский Ринвестбанк признал себя банкротом, сообщив, что обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом и направил в Центробанк ходатайство об аннулировании лицензии. На сайте мэрии говорится о том, что второй подъезд дома в осеннем переулке полностью готов к заселению. В квартирах завершен ремонт систем коммуникации, восстановлено газы и водоснабжение, подключено отопление. Тем не менее, трещины в стенах и потолках от глаз не скроешь. Последствия взрыва заставляют бояться возвращаться граждан жить в свои квартиры. Вывод эксперты исследовательского центра строительных изделий и конструкции делают следующий. Секция в целом пригодна для проживания. Она гласит следующее. Повреждения конструктивных элементов жилой секции вызваны температурно-влажностными воздействиями вследствие неправильной эксплуатации здания. Повреждения, вызванных взрывным воздействием, не обнаружено. Трещины, выпадение ростовых швов и так далее и тому подобное. То есть, что мы здесь вообще наблюдали. То есть, у нас рамы все вылетели, да? То есть, они вылетели и появились вот эти трещины не по причине взрыва, а по причине неправильной эксплуатации нашего дома. Но там указан не наш адрес. Там указан дом 4, литера А. Такого дома здесь нет в Рязани у нас. Заходим в подъезд и все вроде бы, как и в любом другом. Работает лифт и горит свет. Только вот как-то подозрительно тихо. Ничего удивительного нет. После взрыва в квартире соседнего подъезда люди сюда возвращаться боятся. До сих пор по родственникам и знакомым. Страшно. Дмитрий проводит нас в свою квартиру. Она на 10 этаже. Еще несколько недель назад за стеной была лестничная площадка первого подъезда. Теперь улица, а в стене в ванной трещина. На днях пришла соседка снизу. Говорит, залили. В ванной с потолка течет вода. Вот только супруга Дмитрия не стирала и ванной не пользовалась. Семья здесь не живет. Вчера мокрый снег был и дождь. И потекла лужа. Здесь все было по щиколотку в воде. Залили мы соседку внизу. Она прибежала. Говорит, у меня льет. Это, говорю, не мы. Мы не стираем тут, не моемся. Это все с улицы. Прибежал какой-то рабочий, сказал, сейчас целован там натянем. На кухне в стене тоже трещина. Установлены маячки. Из окна еще недавно можно было переговорить с соседями. Сегодня можно только наблюдать за работой строителей. Вадим с супругой тоже живут во втором подъезде, но также боятся возвращаться домой, несмотря на то, что его объявили безопасным для жизни. Не дают никакое заключение. Ну как можно въехать в дом, который, может быть, завтра рухнет? Сделайте, ну, по-человечески, да, дайте заключение. И люди, может быть, там, у кого более-менее... Но все равно каждый человек хочет вернуть свою квартиру. Но, как бы, страшно очень, потому что, ну, заключения вообще никакого нет. Дайте официальное заключение, где вы подпишите бумажки, что да, на квартиру. Ну, как мы ходим на собрание, да, смотрим, кто-то говорит, у кого-то трещина, у кого-то еще что-то. У нас под натяжным потолком, может быть, тоже есть, но мы не знаем этого. На прошлой неделе в СМИ прошла информация, что режим ЧАЕ со второго подъезда снят. Поэтому жильцы могут заселяться. Мы продолжим следить за ходом развития событий. Более ста домов остались на этой неделе без тепла. Кроме того, ремонт теплотрассы на улице Татарской лишил отопления два детских сада и три школы. С проблемой столкнулись и жители улицы Гагарина, которая буквально ушла под воду. Я не знаю. Просим откачать в подвал кипяток, чтобы хотя бы к нам не парило. Там продукты, тут арктехника, тут вещи чужие в ателье лежат, хорошие, дорогие. И кто за это будет платить, кто нам что компенсирует. Аварию в доме номер 87 на улице Гагарина обнаружили в 9 часов утра, когда продавцы пришли открывать магазин. В 11 на место приехали ремонтные службы. Для обитателей многоэтажки это уже второй прорыв трубы за неделю. Первым был в выходные. Тогда дом на сутки остался без отопления. Сейчас в результате аварии подвал до уровня колен наполнился горячей водой. А вот в кране ее нет. Тепло также разливается не по привычным стоякам, а идет из глубины дома. Подвал дома, а также все нижние этажи, на которых располагаются жилые квартиры и магазины, сейчас больше похожи на бани. Видимо здесь плохая, а дышать достаточно трудно. Высокую влажность видно невооруженным взглядом, а с потолка капает вода. Под ногами покупателей лужи, от которых отчаявшиеся продавцы пытаются наконец избавиться. В ход идут пакеты и зонты, и все ради того, чтобы уберечь оборудование и продукты от влаги. Актуальные вопросы и уплаты имущественных налогов обсудили на пресс-конференции представители налоговой службы области с журналистами. До 1 декабря истекает срок уплаты. Всего направлено более 580 тысяч налоговых уведомлений. Сумма нового налога зависит от кадастровой стоимости жилья. Кадастровая стоимость – это, по сути, рыночная цена. Что касается льгот, то я хочу обратить внимание, что в этом году есть существенное одно изменение по льготным категориям. Сам перечень льготных категорий у нас не изменился. Порядка 15 категорий налогоплательщиков у нас полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Единственное изменение заключается в том, что льготник освобождается от уплаты только по одному виду каждого объекта. Если раньше пенсионеры, ветераны, воины, инвалиды и другие льготники освобождались от уплаты налога полностью, то сейчас это право распространяется только на одну из квартир, дач, гаражей. За остальное придется платить. Это комната или квартира, это жилой дом, гараж или машина, место, хозяйственное строение или сооружение, которое расположено на земельном участке под личное подсобное хозяйство и площадью не более 50 квадратных метров. В Рязани отказались лишать себя безбожной улицы и не станут называть ее в честь Дональда Трампа, который является избранным президентом Америки. Напомним, петиция с предложением переименовать Рязанскую улицу в честь американца появилась на сайте Change.org. Но идея не понравилась ни чиновникам, ни жителям города. Меньше десятка старинных домов в центре города и вызывающее название. Вторую безбожную улицу вновь хотят переименовать. Активисты считают, что текущее название оскорбляет чувства верующих. Однако местные жители не разделяют их точку зрения. Они уже отказались от возвращения исторического названия, вторая банная улица и переименования в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Зачем? Пусть все как есть, так и остается, чем переименовать. Вообще категорически против переименования не всегда. Привычка людей, у каждого чего-то связано с этим. Ну а что безбожный? Безбожный я как слышал, еще был какой-то этот, как типа там революционер или кто-то такой. На этот раз активисты хотят, чтобы в городе появилась улица в честь миллиардера Дональда Трампа. Инициатором идеи стал некий Денис Клеменков. Он создал петицию на портале Change.org. В небольшом описании сказано, что недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп – большой друг России и защитник традиционных ценностей. На сегодняшний день петицию поддержали около 200 человек. Однако жители города не готовы поверить новому президенту на слово. И хотят сначала посмотреть на его реальные политические действия. Он себя, конечно, никак не показал, как политик. Просто его выбрали пока. По крайней мере, в сторону России высказывался, в положительную сторону. Ну, значит, если будет выполнять свои обещания, то, что он давал предугорной кампании, вот, хорошо. Он американец. Он и будет держать американский курс. Но улицу не надо, зачем? У нас свои герои есть национальные, через которых можно называть улицей. Члены топонимической комиссии согласны с жителями. Первая безбожная улица практически исчезла с лица города. Почти все старые дома, которые располагались на ней, снесены. А новым присвоили адреса соседних улиц – вокзальные, малого шоссе и Первомайского проспекта. Такая же судьба ждет и вторую безбожную улицу. Сейчас на ней осталось четыре ветхих дома, которые снесут к 2020 году. Поэтому переименование – это пустая трата сил и денежных средств. Кто будет платить? Вот, в бюджете города на эти цели средств не предусматривается. Вот, ни в тех бюджетах тех лет, ни вот в новом бюджете, который планирует за 2017 год. И если какой-то вариант все-таки победил, то это легло бы тяжелым временем на плечи жителей данной улицы. Сейчас проект переименования улицы продолжает собирать подписи, после чего он будет вынесен на рассмотрение в Рязанскую городскую думу. Однако, скорее всего, решение по нему будет отрицательным. По закону присваивать имена и фамилии известных жителей города, России и зарубежных стран можно только новым улицам. И не менее, чем через пять лет после даты смерти этого человека. Таким образом, улица имени Дональда Трампа в Рязани, если и появится, то еще не скоро. Жильцы дома улицы Полевой обратились в редакцию телекомпании. Они рассказали о том, что в одной из квартир постоянно слышатся крики с призывом о помощи. По словам людей, пожилую женщину заперти удерживает ее родственница уже больше недели. Соседи неоднократно вызывали скорую помощь и полицию, но ситуация не изменилась. В подробностях разбиралась наша съемочная группа. Как помочь больной престарелой женщине? Этим вопросом уже не первый месяц задаются жители дома номер 4 по улице Полевая. Практически каждый день соседи слышат крики из квартиры 99, которые мешают и пугают жителей подъезда. Полицию я вызываю постоянно, потому что у меня трое детей, в том числе грудной ребенок. Эти крики, ребенок напуган, плачет, не спит, ничего. Она вот все утро стучит палкой по двери, просит, чтобы ей помогли, открыли дверь. Соседка пояснила, что бабушка кричит, просит помощь. Также она пояснила, что за ней ухаживает племянница, зовут Валя. Фамилию она не знает. В этот раз соседи вызвали полицию. Хозяйка квартиры, Татьяна Семеновна, громко кричала и просила позвонить своей родственнице, Валентине Александровне. Валя, 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 Валя. Из разговора выяснилось, что в квартире ее заперла племянница, которая ухаживает за больной женщиной. От помощи полицейских хозяйка квартиры отказалась и запретила вскрывать дверь. Дошло до того, что она, а тогда она еще сама себя могла обслуживать. Дошло до того, что она уже ходила, попрошайничала по подъезду, говорила, что дайте мне поесть. Как нам пояснили полицейские, вскрывать двери они могут только по судебному предписанию или при отработке оперативных действий в случае совершения преступления в квартире. Ну дверь будете ломать, дверь? Нет? Ну что вы ломаете дверь? Давай ломаете? Придет? Откажите, значит. Ну, значит, помощи не нуждается срочно. По словам племянницы, Татьяна Семеновна больна сахарным диабетом и имеет психологическое расстройство. То есть может заговариваться, путать имена и вести себя не совсем адекватно. Однако поместить ее в соответствующее заведение родственникам запрещено. Я подавала в суд в этом году, в летний период, но из суда мне прислали документы назад и в описку о том, что я племянница, не являюсь близкой родственницей, поэтому не имею права решать подобные вопросы. С другой стороны, можно понять жителей подъезда, которые периодически слышат крики своей соседки. Мы очень устали. Я тоже два лет первой группы и здоровья никакого. И не сплю ни ночами. Но она потому что кричит и ночью, и днем. Племянница, в свою очередь, не отказывается от своих обязательств и делает все возможное. Два раза в неделю я приезжаю, я все ей оставляю. И теперь остается только надеяться на то, что жители подъезда найдут решение из этой непростой ситуации. Село Ижевское незаслуженно ассоциируется только лишь с фамилией нашего известного землякаца Алковского. А между тем, ученый всего-навсего в Ижевском родился и покинул его в раннем детстве. А богатой истории этого места сегодня мало кто знает. Наш корреспондент Ирина Ковалева там побывала и расскажет о необычных исторических фактах, а также легендах Рязанской глубинки. История села Ижевское насчитывает не одно столетие. Конечно, таких мест разбросано по Рязанской области немало. Но попадая на улицы этого села, действительно ощущаешь себя в прошлом, а именно где-то в XIX веке. Ведь здесь сохранилось множество домов того времени, которые некогда принадлежали крестьянам. А теперь всем своим обликам не дают забыть о славной и необычной истории этих мест. О ней нам рассказал местный краевед Андрей Меркунов. И хотя родом он не отсюда, кажется, знает об этом селе абсолютно все. Именно он рассказал о том, что за 30 лет до отмены крепостного права крестьяне села Ижевское выкупили свою свободу у барина Николая Демидова. По договору выкупа общая сумма составила 3,4 миллиона рублей. Для сравнения. Через 30 лет Россия продала Аляску за 11 миллионов рублей. Где Аляска, где Ижевская. И дальше уже переводим данную сумму в современные деньги. Есть несколько калькуляторов перевода денег тех времен. Я один из них проверил и использую. Соответственно, так как рубль того периода стоила 8 тысяч рублей на наши, сумма 3,4 миллиона, переконвертируется в приблизительно 24 с копейками миллиарда рублей. Вот тут и начинают рушиться все наши представления о бедных, голодных и нищих крестьянах. Действительно, если бы все было так, откуда бы они взяли деньги на выку? Чтобы понять, насколько богаты были местные крестьяне, достаточно сказать, что на отхожем бандарном промысле в день они зарабатывали от 3 до 4 рублей. В пересчете на современные деньги это порядка 15-20 тысяч. Вот и получается, что крестьяне села Ижевская были людьми довольно состоятельными. И причуды у них были почти как у богатых. Но, например, они пытались друг друга перещеголять во всем. Доказательством этого служит история строительства дома, в котором сегодня, кстати, и проживает Андрей Меркунов. Перед строительством этого дома, когда он затеялся строительство этого дома, он в качестве проектировщика, скажем так, выписал главного архитектора Рязанской губернии. Заказал ему туда лошадей, лошади его привезли, главный архитектор приехал, сделал замеры, вбил колышки, нарисовал план и сказал строить по этому плану. Вот план главного архитектора. То есть мы можем представить, да, дом 4 стены и крыша. Проект главного архитектора Рязанской губернии. Примерно такие же удивительные истории связаны практически с каждым домом этого села. Ну и, конечно же, не обошлось здесь без легенд. Так, согласно одной из них, однажды вследствие сильного половодия полностью под воду Ижевского озера ушла кузня. А в 45-м году сюда же упал бомбардировщик. И когда водолазы начали обследовать дно озера, чтобы поднять оттуда обломки самолета, произошла весьма необычная история. Один водолаз долго не вылазил. Не вылазит, не вылазит. Его начали тянуть за трос. За трос его вытянули, достают, а он весь бледный, трясется. И, говорит, даже посидел. Говорит, что такое? Она говорит, я, говорит, видел, говорит, кузницу. Говорит, какую кузницу? Говорит, вот там, говорит, под водой, говорит, кузница. Говорит, в ней, говорит, мужик по поясу, говорит, стоит в воде и кует. Говорит, а глаза огнем горят. И с тех пор говорят, что у нас здесь в лунную ночь можно услышать, как из-под воды дун-дун, 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 дун-дун. Это всего лишь одна из многих легенд села Ижевское. Наверняка стены древних домов и храмов могут рассказать много интересных и необычных историй, которые, несомненно, заинтересуют каждого. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова